Здравствуйте! На минувшей неделе Архангельск принимал участников пятой всероссийской встречи представителей городов-участников конкурса «Города для детей». О том, как прошло это событие, какими идеями и находками делились друг другом его участники, а также о том, какие проекты реализует сегодня организатор встречи Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы поговорим с его руководителем Мариной Владимировной Гордеевой. Марина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Марина Владимировна, ваш Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был основан в 2008 году и на сегодняшний день он является одним из самых крупных организаций, которые поддерживают детей и заботятся о их положении в обществе. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем Фонде, чем он занимается и о его проектах. Да, наш Фонд вносит статус некоммерческой организации, но он все-таки отличается от иных, потому что Фонд был создан по указу президента, финансируется из бюджета, и основная задача Фонда поддерживать на грантовой основе, на конкурсной основе программы и проекты в территориях. Но не просто любые программы и проекты, а в рамках тех целеполаганий, которые прокламирует Фонд. Предмет нашего интереса – это семейное благополучие, профилактика сиротства, помощь детям-сиротам. Вторая тема – семьи с детьми-инвалидами и поддержка и обеспечение равных прав и возможностей детям с инвалидностью. Ну а третье направление – дети в конфликтах с законом. Это находящиеся на учете в органах внутренних дел, находящиеся под следствием, отбывающие наказание и выходящие из места отбывания наказания. То есть поддержка позитивных программ, которые бы позволяли или профилактировать неблагополучие, или создавать благоприятные условия для развития и детей, и семей. – Я читал, что Ваш фонд работает на основе проектов. – Программы проектов. Программы, в принципе, у нас есть программы. Вся наша деятельность направлена на реализацию этих программ по трем направлениям, о которым я сказала. А дальше мы объявляем конкурсы. И конкурсируются областные программы, то есть областные программы с финансированием областным. И мы поддерживаем в настоящее время с этого года 50 на 50. 50% стоимости программы фонда обеспечивает, 50 территория. До этого было 30 на 70. А для тех территорий, которые с низкой бюджетной обеспеченностью, там были до этого 50 на 50, а сегодня 70% деньги фонда, 30 территорий. И конкурсы или проекты, организации и государственных, и негосударственных, муниципальных образований и муниципальных организаций. То есть формируется программа или проект, который отвечает целеполаганиям, поддерживаемым фондам. И мы объявляем конкурсы, отбираем эти программы или проекты, которые отвечают принципам основной деятельности фонда. А эти принципы, между прочим, обязательно межведомственность. То есть не поддержка какого-то направления образования или здравоохранения или соцзащиты, а решение проблемы детей и семей, они, как правило, все межведомственные. Говорим ли мы о сиротстве, говорим ли мы о инвалидности или, видите, подростки в конфликте с законом. Поэтому нашими партнерами в данном случае выступает и соцзащита, и образование, и здравоохранение, органы внутренних дел, органы исполнения наказаний и, соответственно, учреждения, которые работают в этих сферах и государственные, и негосударственные. То есть наша идея еще и поддерживать некоммерческие организации, которые работают в этом поле, развивать и добровольческие инициативы. То есть смотрим, оценивая заявки, наличие, участие добровольцев или же включенность некоммерческих организаций в работу. Хочу, правда, сказать сразу, что наше целеполагание нету прямо только поддерживать НКО, то есть некоммерческие организации. Наша задача – развивать технологии и формы работы. А участниками этой работы могут быть или должны быть все заинтересованные в данной деятельности. – 9 и 10 июня в Архангельске проходила пятая уже всероссийская форум-встреча участников программы «Город для детей». Съехались более 40 муниципалитетов, представителей. И не случайно, я знаю, что был выбран Архангельск, но тем не менее хотелось бы услышать от вас, почему было принято такое решение и что нового и интересного обсудили участники проекта в нашем городе. – Архангельск действительно не случайно выбран местом нашей встречи. Конечно, это было прежде всего предложение главы города пригласить сюда коллег из других муниципалитетов. Но и мы поддержали эту инициативу, потому что Архангельск с самого начала вот этой деятельности нашей конкурсной для муниципалитетов являлся участником конкурса. Причем в разные года завоевывал разные, так сказать, отличался по разным направлениям. На первых порах это были специальные премии или же специальные номинации, которые поддерживали и участие детей, и межведомственность. А в прошлом году Архангельск уже занял первое место в номинации среди столичных городов. Так что это один аспект. А второй – сотрудничая с городом не только в рамках конкурса городов, а в рамках той деятельности, о которой я говорила раньше, мы видим, насколько системно в городе стремятся решать вопросы. Это участие не разовое и не выстреливание какими-то яркими, но единичными событиями, а стремление развивать деятельность в выбранном направлении, используя ресурсы различных партнеров разных, имея в виду и всех служб государственных и негосударственных, которые есть, привлекая некоммерческие организации, добровольческие инициативы и так далее. И потом очень много интересных опытов, связанных и с поддержкой семей с детьми инвалидами. Кстати, в 2014 году здесь, в Архангельске, мы проводили всероссийскую встречу, посвященную теме раннего вмешательства, ранней помощи детям с отклонениями в развитии. А тема эта сейчас особо актуальна, кстати сказать, и продвигается. Сегодня в правительстве находится на подписании государственной концепции развития ранней помощи. И в данном случае Архангельск выступил своего рода площадкой, которая обеспечила в конечном счете выработки общегосударственной стратегии по этому направлению. Вот таким образом. И надо сказать, что проведение вот этого семинара нас никак не разочаровало. Очень доброжелательно, очень организовано. Прекрасные залы для встреч, интересный опыт на площадках, который был предложен коллегами в различных учреждениях города. Ну, это замечательно, что эта работа ведется, и столько в ней принимает участие городов. Но я хотел бы вернуться к проблемам. Мы поговорили о кризисе, вы сказали о том, что это даже хорошо, и города, и районы, области, другие чувствуют в вас, наоборот, поддержку и инвестиции своего рода в социальную инфраструктуру, которую вы приносите своими проектами. Но я вот почитал в одном из своих интервью, 7 лет назад, когда как раз мы находились тоже в сложных экономических ситуациях, вы сказали то же самое о том, что фонд не прекращает, более того, не прекращает свою работу, а наоборот, будет более глубоко расширять свой спектр деятельности. Но вот хотелось бы спросить о другом. Тот кризис, который мы сейчас наблюдаем, он как-то сказывается на семьях, на детях? Больше ли стало проблемных семей? И больше ли детей оказались перед угрозой каких-то проблем? Маленькую ремарку по первому заявлению. Я хочу сказать, что это же не заслуга фонда, что мы в кризис деньги. Это своего рода антикризисная программа государства, с учетом того, что фонд был создан государством. И здесь единственное, что наша, так сказать, специфика, и отличие от государственных структур, что мы поддерживаем инициативных и работающих конкурс и наличие софинансирования со стороны участников. А что касается, хуже ли стали жить семьи, ну, наверное, напряженнее. Но я все-таки хочу отметить, что социальные процессы, если в целом смотреть, они же имеют свою инерцию. Не бывает так, что сегодня экономический кризис, и сегодня же обвал. Вот сложная ситуация начала 2000-х годов, она была создана 90-ми годами, и не за один год. И она за 2000-е к концу уже выровнялась, что ли, стабилизировалась. Счастья на земле никогда, наверное, не будет, и рая тоже. Но все-таки какую-то планку приемлемую социального благополучия надо держать, безусловно. Но если говорить о участии государства в жизни семьи, то оно, если сравнивать с теми же 90-ми, начало 2000-х, конечно, шире. Ну, конечно. И сегодня больше возможностей. Достаточно ли? Нет, наверное. Конечно, нет. Но сказать, что хуже сейчас, чем было, невозможно. Хотя бы потому, что деятельности вот здесь, в Архангельской области, многих службы, которые бывают полезны в разных жизненных ситуациях семейных, будь то связанных с рождением ребенка-инвалида, я уже говорила, и с ранней помощью, и с дошкольным воспитанием, инклюзивные образования у вас поставлены, может быть, даже лучше, чем в ряде других территориях Российской Федерации. Вопросы, связанные с занятостью инвалидов, решены полностью. Нет, не решены. Но мы видим тенденцию, как бы направление движения, что поддерживается и городом, и областью, и дает основания полагать, что будет движение поступательное вперед. Поэтому, конечно, далека от мысли, что кризис не влияет на жизнь семьи. Но если говорить о процессах социальных в стране, то пока ситуация удерживается более-менее за счет того, что было создано и делается в предшествующие годы. Вот вы сказали о социальных службах. У меня как раз о них и вопрос. В 2012 году законопроект был о социальном патронате. Он наделал достаточно много шума. Родительское сообщество волновалось, что с его принятием социальные структуры, органы соцопеки получат больше возможностей забрать ребенка из семьи в случае каких-то ЧП, если семья окажется в социально опасном положении или ребенок окажется в опасном положении. Законопроекты тогда не приняли. Приняли другой закон об основах социального обслуживания в Российской Федерации. И в этом законопроекте, опять же, содержится похожий механизм, только социально опасные условия, названные кризисной ситуацией. Ну, а изъятие ребенка, либо какие-то другие функции, которые семья не может с этим выполнить, переведено на добровольное начало. Вот что это, какие-то попытки все-таки ввести ювенальную юстицию у нас или какой-то другой механизм? Ну, во-первых, что-то это связано и с, ну, может быть, реальной практикой, но что-то и надумано в этой ситуации. Значит, во-первых, все-таки во всех документах и государственных программах однозначно заявлено приоритет семейного воспитания. Найдите мне хоть один документ, где говорилось иное. Преимущество общественного воспитания над семейным, изъятие детей из семей, так сказать, любой возможности благоприятной. Нет этого. И более того, вся система работы с сиротством сегодня, она переориентирована на нестационарные формы работы. Закрытие интернатов, выведение оттуда детей, перевод их в семьи или же в какие-то иные малокомплекты, временные формы пребывания. То есть вообще вся философия работы с сиротством изменилась по этой части. И, понимаете, для меня вот я все-таки в теме давно работаю. И в разных, так сказать, ипостасях присутствовала. Почему вот эта тема изъятия из детей стала так муссироваться в 2000-е годы, когда разгул-то был в 90-е, и никто об этом почему-то не говорил. Только когда сама система стала меняться, и стали обсуждаться эти темы, и тренд-то в другую сторону был задан, ну, естественно, тема стала на уровне звучания, и разные участники по-разному высказывались. Но я вам хочу сказать, там, где я участвую, там, где в тех решениях, от которых от нас зависит, нет и не было стремления поддерживать сиротство детей. Ну, ни в какой форме. Жизнь богата. Случается все. Но все-таки есть основная столбовая дорога, есть дорожки боковые. Есть вот ухабины в боковых дорожках. Давайте с ними разбираться предметно, но не валить все в кучу. Потому что всегда будут разные люди, специалисты, разные ситуации жизненные. И их, наверное, надо предметно каждый раз разбирать, а не говорить вообще о системе. На мой взгляд, система сейчас выстраивается именно уважительного отношения к семье, к семейным формам воспитания, осознание того, что несемейная форма неуспешна. Она неуспешна просто, потому что человек, и мы каждый с вами взрослели, надо изо дня в день видеть, как решаются бытовые проблемы жизненные и иные. Детский дом – это хорошая теплица. Там, может быть, хуже, лучше, но там вот этого воздуха-то с тучами и градом и прочее, там меньше гораздо. Поэтому они неуспешны. Это имеется в виду. Как институции, понимаете? И это понимание пришло уже и во все профессиональные группы, и в педагогическую, чего 10 лет назад вы бы еще не встретили, и в социальную, и в медицине таким образом. То есть мне кажется, что у нас все-таки движение в правильном направлении. Ну а быть начеку, и чтобы, так сказать, щуки в пруду водили, чтобы караси не дремали, это тоже никто не отменял. Понятно. Я хочу вас все-таки еще раз к сиротам вернуть. Вот смотрите, какая история. Многие семьи, кто хотел бы усыновить детей, когда решаются на этот шаг, понимают, что это очень сложный процесс, что нужно собрать кучу справок, нужно пройти миллион комиссий. И только потом, если их посчитают достойными, они получат право на усыновление. Многие, к сожалению, в процессе прохождения этого пути останавливаются, бросают, говорят, что это очень тяжело, сложно, очень много бюрократии. Что это, на ваш взгляд? Это реально настолько забюрокрачена эта система? Или это фильтр, барьер между детьми и неадекватными приемными родителями? Вы знаете, это и клише в определенном смысле, какое-то общее мнение, хотя оно не сосоответствует действительности. А второе, и вы правы, это может быть фильтр. Но никак в данный момент сказать, что избыточные процедуры нельзя. Понимаете, когда даже семья женщин рождает ребенка, то 9 месяцев беременности – это срок подготовки к этой ситуации, внутренней, психологической и иной, и материальной в том числе – так и принятие ребенка в семью. Надо понять, в чем, собственно, на что ты идешь, и соответствуют ли твои ожидания тому, что ты собираешься сделать. Часть людей отпадает не потому, что им сложно справку взять, а потому, что, собственно говоря, скорее всего, начинают сомневаться в правильности выбранного пути. Скажем, ну, привычная реакция, там семья потеряла ребенка, хочу такого же взамен. Это мотивация ложная. Она к успеху не приведет. Ты никогда не заменишь потерянного ребенка новым ребенком. Здесь другие чувства, другие ожидания должны быть. Они помогут исправиться с трудностями. А трудности есть в воспитании и собственных детей, и приемных в том числе. Они, может быть, немного иные, но они присутствуют. И поэтому возможность получить поддержку или же знания в школе приемных родителей, они очень не лишние. Другое дело, как ведутся эти школы, сколь успешны те, кто делится опытом. Я вылагаю, что в данной сфере те родители, которые уже прошли этот путь и чувствуют себя успешными в определенной степени, конечно, их участие в такой подготовке других родителей было бы, такое и есть на практике, но, может быть, и шире применять. Решать не теоретические вопросы, не вообще знания законов или же нормативных актов. Это подойдет... Надо знать, что они есть и понять, где в случае чего, куда надо обращаться. А вот житейские ситуации и, наверное, вот так называемое сопровождение, оно должно выражаться в том, что если у меня сегодня возник случай здесь и сейчас, я позвоню или же онлайн войду и задам этот вопрос. Вот у меня сейчас горит. Что посоветуете, психолог-то или юрист-то? И сайты такие возникают, но их явно недостаточно. Особенно это востребовано семьям с детьми инвалидами, с разными видами заболеваний и, соответственно, разными житейскими ситуациями с этим связанными. Ну, это мы говорим уже о семьях, которым удалось усыновить детей. Да, ну, еще раз, мое мнение, что на сегодняшний день нет избыточности требований в документах. И не так это сложно все это собрать и пройти. А потом, знаете, что вот еще, когда я разворачивалась, эта компания, меня всегда не показало убеждение или была уверена в том, что вовсе не обязательно всем записываться в ряды усыновителей. Процент семей, которые готовы усыновить, он более-менее постоянен. Вот эти ситуации, которые подводят тебя к этому моменту, они особенные. И здесь, ну, это отдельный разговор. Поэтому надо помочь этим людям, вот помочь не только бумажками, но помочь поддержать их на этом пути, ну, может быть, информацией, может быть, добрым советом, каким-то товарищеским участием через группы взаимопомощи и так далее. Вот это, да, хорошее дело. Спасибо большое, Марина Владимировна, за содержательную беседу. Удачи вам, успехов. Спасибо вам. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok